здравствуйте добро пожаловать мой новый ролик пока отопительный сезон не закончился я периодически включаю увлажнитель воздуха сейчас уже пореже чем зимой когда топим чаще больше воздух сохнет быстрее тогда я включала часто ну вернее работал у нас практически без перерыва только на ночь отключали это не всегда а сейчас конечно пореже но тем не менее в комментариях были вопросы стоит ли приобретать увлажнитель я считаю что да стоит это полезная вещь так как увлажнитель у нас уже не первый год конечно у нас и не первый но и не первый год этот ему уже наверно два года если не больше да наверно два года и фильтр здесь пришел в негодность и уже не действует поэтому я кипячу воду остужаю отстаиваю и заливаю в увлажнитель хотели приобрести такой фильтр ну дороговато выходит и к тому же это надо выписывать заморочек много и главное сейчас вот я пользуюсь эту зиму полностью пользуемся заливая кипяченую воду и у нас нет такого налета на мебели на всех поверхностей вот как я жаловалась в том году белый налет когда я думала сначала что это пыль а потом оказалось это налет от увлажнителя сегодня гуляет сыном муж ну а я конечно же вышла на улицу немного погуляла и решила снять белье так как она высохла уже высыхает сейчас теплицы все моментом по-прежнему я не вывешиваю на улицу так как идет с трубы дым постоянно на наше белье от соседей они построили новую печку и она длительного горения и слишком низко трубу сделали как раз весь дым ложится на наше белье куда бы его не повесила я даже удивляюсь это смешно но получается так что весь наш двор постоянно с дымком и белье невозможно повесить она потом имеет такой неприятный запах угар и поэтому сушу я его в теплице так как муж сегодня дома я занесла белье с и сразу разложила по шкафам обычно если мы с сыном гуляем я снимаю белье я его оставляю мы гуляем сыном догуливаем и потом я захожу и уже разношу белье по шкафам этот ролик будет состоять из двух дней день 1 начала я снимать конечно же не сначала не с самого утра и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 не замерз тут тут же тенек надо на солнышко идти там хорошо там солнышко играл бы там тут тут мало солнышко ну ладно играй я пойду в теплицу кстати белье я вывешивала сегодня с утра и думала что сейчас приду и часть наверно сниму потому что не все высохло а нет оказалось все уже сухой наверное уже не раз говорила и не раз показывала что всегда я складываю белье находясь на улице здесь я хорошо складываю чтобы не складывать дом иногда я заношу домой но это в основном тогда когда я не нужна на улице сыну или не хочу побыть на улице обычная пока сын гуляет я здесь складываю белье идет время и я полезным делом занята и заодно приятным особенно когда на улице хорошо солнышко светит как сегодня сегодня на улице прям замечательно когда я гуляю с сыном зимой я в основном ничем не занятой но если не чищу снег какие-то дела если у меня есть на улице я переделаю и обычно еще время не так много проходит поэтому я в основном сижу читаю но если мне конечно позволяет погода сесть и читать не шевелиться сегодня замечательная погода поэтому я села почитать почему-то именно зимой он не соглашается гулять один долго а летом гуляет пожалуйста мы можем домой зайти он сам себе гуляет а зимой почему-то ему это не нравится поэтому вот мне приходится быть на улице но с одной стороны это и хорошо и для меня тоже полезно ты как красиво снежок падает здрасте серёжа твоя подружка пошел снег огромными копьями пошел жалко на видео не передашь так хорошо на улице солнце светит снег идет огромными хлопьями птички поют дятел стучит с крыш капает но при этом морозно вообще приятная сегодня погода зима встретилась с весной джокопа чичи чаши щега не уйдет а 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 играем с сыном в паровозик в основном всегда перед тем как зайти домой мы играем с ним в эту игру ходим по двору бегаем вернее по двору друг за другом паровозик сегодня у меня сын вообразил что он котенок и поэтому раздеваю его я обычно он сапоги снимает сам перчатки ну и куртку расстегивает иногда я расстегиваю и снимаю ему вверх а низ он сам сегодня же он у нас котенок а котенок сам не может раздеться и поэтому раздевали его я он даже на четвереньках домой заходил правда когда разделись он зашел в зал он забыл что он котенок уже все игру свою забыл и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и опять раскладываю все вещи, которые сняла с сушки, по местам. Здесь у меня хранятся полотенчики именно для кухни, которыми я пользуюсь, чтобы они были под рукой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На ужин у нас сегодня суп рисовый, заказ сына. Как таковой суп рисовый я варю очень редко. Не поступало мне заказов ни от мужа, ни от сына, никогда именно на рисовый суп. Делаю я его на зажарке. Обычно на супы зажарку я не делаю, только на борщ. А сегодня захотелось сделать зажар. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот наваристый красивый супчик получился и вкусный. Захотелось мне ягодный чай. Сейчас буду делать. Делаю саблепихи, клубники. Клубнику добавляю как купленную, так и нашу. Лесную, которую мы рвали сами. Также добавляю клюкву и мандарин. В качестве сладости обычно я добавляю мед. Сегодня захотелось облепиховое варенье. Всегда давлю ягоды, раздавливаю, хорошо перемешиваю. А затем заливаю теплой водой, кипяченой теплой водой. Такой где-то примерно 40 градусов, может быть чуть меньше. Чтобы сохранились все витамины. Кипячу, остужаю и только потом уже заливаю. Кто-то может быть скажет, что это больше не чай, а компот. Но зато он очень полезен. На этой вкусненькой ноте я буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok